Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения. Сегодня у нас будет просто безумно интересный урок. Это запрос моих подписчиков. Они меня спрашивают, а были ли вы в Париже? Ну, не буду я скрывать, не буду хвалиться. Была в Париже. Была буквально в прошлом году, летом. Ну и вообще, я могу сказать, что этот город действительно магическая сказка. И меня подписчики спросили, а какие же достопримечательности, как они звучат по-французски, что можно посмотреть. Так вот, в первой части нашего мини-урока мы познакомимся с этими достопримечательностями, как они произносятся. А во второй части мы просто разберем некоторые фразы и какие-то исторические факты про эти достопримечательности. Я думаю, что это видео вам понравится. И я планирую снимать много таких видео про другие города, потому что во Франции безумное количество интересных вещей, можно так сказать, и города. Да, я сама хочу увидеть другие города, потому что, говоря то, что в каждом городе во Франции есть своя какая-то магическая сказка, какие-то тайны, достопримечательности и, конечно же, люди. Итак, поехали. Я вас приглашаю в Париж. Начали. Париж. Париж. Ну, конечно же, первая наша красавица. Эйфелева башня. Ля Тур Эфелева. Повторяем. Ля Тур Эфелева. Ля Тур Эфелева. Ля Тур Эфелева. Молодцы. Итак, собор Парижской Богоматери. Ля Катедраль Нотр-Даме де Парис. Вместе. Ну, конечно же, если дословно переводить, то это «наша дама из Парижа». Все мы знаем это, да? Но если по-правильному, да? Это собор Парижской Богоматери. Ля Катедраль Нотр-Даме де Парис. Молодцы. Так, ну куда же без него? Музей Лувр. Ле Мюзе Дю Лувр. Ле Мюзе Дю Лувр. И вместе. Ле Мюзе Дю Лувр. Ле Мюзе Дю Лувр. Молодцы. Люксембургский сад. Замечательное место в Париже, где можно отдохнуть. Там, где Люксембургский дворец стоит. Обожаю там проводить свое время студенты, которые проходят мимо. И там действительно такое... Там находится статуя, как сказать, свободы маленькая. Кто не видел, кто был в Париже, да? Кто меня понимает, наверное, вы видели. Там такая маленькая статуя свободы стоит, да? И когда я первый раз ездила в Париж, я не сразу ее нашла. Но когда вот уже второй, надо было срочно найти и посмотреть. И, конечно же, там очень такое вот замечательное место, такое красивое, как пруд, или как вот вокруг него такие красивые сиденья. Ну, правда, я в такое летнее время смотрела. То есть там можно и окунаешься, как будто ты в королевское какое-то вот время. Итак. Ну, конечно же, университет Сорбонна. Когда туристы приезжают в Париж, они почему-то как бы не сразу бегут к Сорбонне. Так вот, я тоже, как говорится, не сразу, когда я первый раз ездила, не стала Сорбонну, как говорится, так изучать. Но потом мы все-таки побывали там. Конечно же, вовнутрь туда не пускают. Я не знаю, за деньги или не за деньги, я этого не узнавала. Но во двор, где вот сам вот этот университет, где написаны такие как бы такие слова, да, интересные, и где находятся статуи Пастора, да, и статуи Виктора Гюго, то есть там такое замечательное место, где все желающие туристы могут посидеть вот на скамейках перед входом в Сорбонну, а еще самое главное – купить сувениры, связанные с Сорбонной. Ну, конечно, сейчас сувениры там такие, как для студентов, там, допустим, какие-то, сказать, ну, что там продается, всякие там кофточки, да, такие, как для, можно сказать, для студентов, ну, ручки, тетрадочки, что-то связанное с Сорбонной. Ну, в общем, очень мне понравилось это место, безумно красивое. Правда, вовнутрь мы не заходили, но, возможно, надо узнать, есть ли такие какие-то экскурсии, наверняка что-то есть. Ну, как-то вот я просто была во дворе, но во дворе тоже вот как вот, знаете, вот, можно сказать, придворное, при дворе вот в эту Сорбонну. Итак, поехали. L'université Sorbonne. L'université Sorbonne. Вместе. L'université Sorbonne. L'université Sorbonne. Молодцы. Так, латинский квартал, но это вообще моя любовь, это отдельная песня. L'université Sorbonne. L'université Sorbonne. L'université Sorbonne. Вместе. L'université Sorbonne. L'université Sorbonne. Почему это моя любовь? Потому что там просто замечательная, как сказать, обстановка. Там есть и кафе, есть и сувениры, и рядом Нотр-Дам буквально, да, то есть и люди такие там приветливые, то есть там люди всех национальностей собираются, потому что там и туристы, и русские, и французы, и как-то там вот жизнь кипит, то есть там, мне кажется, до двух часов ночи они спать точно не ложатся. И вот если бы я поехала бы в следующий раз в Париж, не поверите, я бы хотела бы заселиться именно в этот район, то есть потому что там и рядом и ресторанчики, и сувениры, где можно что-то подкупить, да, порадовать себя, и, соответственно, потихонечку, да, посмотреть на, как сказать, панораму города, и Нотр-Дам зайти, то есть тоже рядом с Нотр-Дамом тоже замечательный сад есть тоже, где можно отдохнуть, поэтому обалденное место. Le quartier, la tenne. Le quartier, la tenne. Le quartier, la tenne. Молодцы. Так, sade Tullerie. Ну, я могу сказать так, про него, конечно, не могу много рассказать, была я так мимоходом. Le jardin de Tullerie. Le jardin de Tullerie. Молодцы. Так, кладбище Perla Chesse. Была два раза точно. Ходила, но там, я могу сразу сказать, кладбище, это просто, я даже не знаю, как его описать. Ну, кто ни разу не был в Париже, я могу сказать, вы когда увидите это кладбище, вы просто будете восхищаться им. Как, конечно, такими местами сложно восхищаться, вы понимаете, да? Оно отличается своей какой-то архитектурой. Оно как памятник. Вот заходишь туда, да? Понятно, что это место там захоронения, то есть там другие мысли возникают. Но там такая красивая архитектура, что даже вот эти вот все плиты, такие все старинные, как будто вот действительно ты попадаешь в другой век. А оно действительно историческое. И самое главное, я вам советую, если вы, ну, я обращаюсь больше к дамам, да, ну, и к мужчинам тоже, выбирайте удобную обувь. Когда вы заходите, как сказать, оно воротами ограждено, и оно, кстати, закрыто, постоянно, ну, как сказать, закрыто, оно не просто так, вот пойду, схожу, да? Нет, там оно работает, по-моему, с десяти. Я не знаю, правда, время каждый раз меняется. И вы не всегда можете туда попасть. И получается, если вы туда заходите, там начинается вот эта вот, как сказать, дорога, дорога, которая, она древняя, ее, как говорится, она осталась еще от королей и так далее. Там, вот знаете, вот как вот Красная площадь, вот на Красной площади, Манежная площадь, вот такой же, как не асфальт, но, как вы понимаете, да, как вот такая же практически, да даже еще сложнее не идти вот по этой дороге. И если дамы решили одеть, ну, понятно, Париж, там, отличное настроение, да, не надо срочно убрать каблуки. Сама через это проходила, ни в коем случае, потому что будет просто невыносимо идти, и спотыкаться. Лучше какие-нибудь, там, не знаю, ну, не кроссовочки, ну, что-то такое удобное, потому что дальше там, на этом кладбище захоронены очень великие люди, которые действительно очень много сделали, да, как бы в жизни. Итак, поехали. Молодцы. Итак, площадь Бастилии. Ну, я единственное, что могу сказать, что когда-то место этой площади была великая тюрьма, да, и теперь во Франции великий праздник, да, 14 июля, на котором я тоже присутствовала, и действительно у меня даже есть на канале в моем ютубе есть видео. Кто его не видел, кто не видел салют в Париже, то вы можете под видео или в комментариях на моем блоге написать, то есть, где, ну, в запрос, да, то есть, если вы не видели это видео, я могу вам написать, как бы, ссылки, да, и показать, то есть, как сказать, какой салют в Париже на празднике Бастилии. Это просто представление. Так, Триумфальная арка, ну, тоже замечательное место, да, действительно, она такая большая. Лярке де Триумфа, Лярке де Триумфа, Лярке де Триумфа, Лярке де Триумфа, Лярке де Триумфа. Молодцы! Так, мост Александра Третьего. Это была моя первая поездка в Париж, тогда я, можно так сказать, его видела, и фотографии у меня тоже есть. Ле Пон Александра Троизьема, он безумно красивый, он как золотом, вот, как сказать, отделан, красивый мост. Ле Пон Александра Троизьема. Повторяем. Ле Пон Александра Троизьема. Ле Пон Александра Троизьема. Ле Пон-Та. У меня тут Т написано, правда. Ле Пон-Та не читается, да, где зелененькие у меня транскрипты. Ле Пон Александра Троизьема. Ле Пон Александра Троизьема. Так, Опера Гарнии. Ле Пера Гарнии. Ле Пера Гарнии. L'Opéra Garnier. Молодцы. Так, площадь, согласие. La plaza de Concorde. La plaza de Concorde. La plaza de Concorde. Молодцы. Ну, Елисейские поля. Что про это говорить? Это безумно красивое место, которое тоже необходимо посетить. Les Chames d'Elysees. Les Chames d'Elysees. Les Chames d'Elysees. Les Chames d'Elysees. Молодцы. Так, вершина Мон-Мартра. Я советую всем тоже, как говорится, если вы не знаете, где заселиться в Париже, выбирать район Мон-Мартра, потому что действительно там все рядом. Мон-Мартра тоже, как говорится, это вершина, да, получается. И с этой вершины, когда вы поднимаетесь, можно увидеть действительно весь Париж, всю панораму и так далее. И район, то есть и уровень, как сказать, жизни там хорошего. Вот, как говорится, вот именно вот Мон-Мартра я бы тоже посоветовала, потому что это была моя первая поездка, когда мы жили в районе Мон-Мартра. Le sommet Monde-Мартра. Le sommet Monde-Мартра. Le sommet Monde-Мартра. Молодцы. Так, ну и, конечно же, прям там буквально церковь Святого Сердца Христова, да. L'Eglise Sacré-Cœur. Ну, вообще она просто называется Sacré-Cœur, это уже просто дословный перевод. L'Eglise Sacré-Cœur, L'Eglise Sacré-Cœur, L'Eglise Sacré-Cœur, L'Eglise Sacré-Cœur, L'Eglise Sacré-Cœur. Молодцы. Ну и, конечно же, вторая часть урока, дискуссия закончилась, да, небольшая. Я и слова произношу, и, соответственно, вам рассказываю про Париж, да. Чтобы увидеть Париж, я поднялся на Эфелеву башню. Действительно, это безумно красивое представление, да, когда мы поднимаемся на Эфелеву башню, обязательно на нее нужно подняться. Очередь, не очередь, это того стоит. Молодцы. Так, в Лувре туристы восхищаются Жокондой. Ну, ничего такого, да, я не открыла. О Лувре, ле туристы адмира Жоконда. Повторяем. О Лувре, ле туристы адмира Жоконда. О Лувре, ле туристы адмира Жоконда. Молодцы. В латинском квартале есть отличные кафешки для туристов. Ну, про это я говорила, когда рассказывала вам про латинский квартал. Обязательно посетите это место. Ну, там, от Нотр-Адама, буквально там в двух шагах. Дан ле картие латин, илья ле бон кафе пур ле туристы. Дан ле картие латин, илья ле бон кафе пур ле туристы. Молодцы. Так, Сорбонна – это самый лучший университет для студентов. Ну, это просто такое образование, да, там действительно. Сорбонна – это самый лучший университет для студентов. Сорбонна – это самый лучший университет для студентов. Молодцы. Так, с вершины Монт-Мартра видна панорама города. Дю сомет Монт-Мартра, он voit ле панорама до ля вилля. Дю сомет, дю Монт-Мартра, он voit ле панорама до ля вилля. Молодцы. Так, площадь Шарль-де-Голле называется по-другому площадь звезды. А в метро она просто, когда объявляет, да, там, какая станция, говорят, Шарль-де-Голле-Этуаль, и все как бы вместе. Молодцы. Так, на могиле, то есть, простите, на кладбище Пер-Ла-Шеза находится могила Эдит Пиаф. Да. И, то есть, могила, могу сказать, не сразу приметная, да, но действительно. И самое главное, на могиле, да, вот это, на могиле на плите, написана песня, ее известно. Вот это, которая нападет песню, там написано, и руки такие сложены вот так вот в ладони. То есть, кто видел, да, кто был в Париже, возможно, кто был на кладбище Пер-Ла-Шеза, то наверняка вы понимаете о чем я говорю. Молодцы. Так, Сена разделяет Париж на два берега, правый и левый. Ну, я думаю, вы про это слышали. Ну, для меня вот это вот сейчас находка, что раньше на месте Нотр-Дама находилось четыре храма. То есть, я про это узнала совершенно недавно, да, но решила вот с вами поделиться. Молодцы. Так, Мулен Руж – это самое, ну, это знаменитое кабаре в Париже. Замечательное место, много там туристов, да, вовнутрь, правда, я на представление не ходила, ну, еще есть чему, как говорится, удивиться. И эта вот эта мельница такая громадная, она крутится, и днем такое, как сказать, отличное место. Ну, и ночью, ну, как бы вечером тоже. Повторяем. Ну, и, наконец, финальная фраза. Высота Эйфелева башни – 324 метра. Ну, это просто такая справочка. Ну, вот и все, наше маленькое путешествие в Париж закончилось. Небольшие, конечно, сведения, да, но, тем не менее, самые такие замечательные. Хотелось вам поднять настроение. Возможно, на следующей неделе я тоже сделаю продолжение про Париж. Что-то такие, какие-нибудь такие факты, да, замечательные, достопримечательности, чтобы было интересно моей аудитории. Ну, и, конечно же, в планах у меня снимать такие видео про другие города Парижа, про другие города Франции, я заговариваюсь. Если вам понравилось это видео, ну, я, правда, не всегда про это говорю, ставьте лайки, ну, я не знаю, да, пишите ваши комментарии. Ну, и я вам желаю отличного настроения. С вами была Евгения. Продолжение следует...